Если для тебя последние научные открытия — это третий закон Ньютона и теорема Пифагора, то представляем твоему вниманию топ-5 величайших открытий российских ученых за последние 20 лет. Пятое место. Вода на Марсе. Отечественный прибор Хэнд, разработанный командой Игоря Митрофанова в Экиран, доказал, что на Марсе имеются подповерхностные запасы льда. Если после вечера пятницы очнулся в воскресенье на Марсе — копай, вода здесь есть. На четвертом месте — доказательство гипотезы по Анкаре. В 2002 году Григорий Перельман доказал гипотезу по Анкаре, входящую в 7 задач тысячелетия. Также в этот список входит построить дороги, обучить дураков, побороть пробки, уничтожить интернет-троллей, ускорить интернет и победить коррупцию. Третье место. Подлёдное озеро в Антарктиде. В 2012-м наши полярники впервые проникли к подлёдному озеру на территории Антарктиды. Оно было изолировано от внешнего мира около миллиона лет. И вот его нашли. А значит, очень скоро там появится отель All-Inclusive для российских туристов. На втором месте — сверхтяжёлые элементы. Физики из лаборатории имени Флёрова впервые синтезировали шесть самых тяжёлых элементов с атомными номерами со 113 по 118. Так что, если твоя бабушка собирается засолить огромное ведро капусты, предложи ей в качестве гнёта Нихоний, Московий или Теннисин. И первое место. Экзоватные лазеры. В 2006-м году в Нижегородском институте прикладной физики РАН была построена установка «Пёрл». Эта установка выдала импульс с мощностью 0,56 петаватта, что в сотни раз превосходит мощность всех электростанций Земли. Если ты в детском саду угрожал всем суперлазером, который всех воспулует, то можешь оспорить авторство открытия. Теперь, когда ты знаешь, чем наши прославились за последнее время, можешь приступать и к своим открытиям, будь то новый химический элемент или дверца холодильника.